Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Купи-продай. Какие новые правила торговли с Ордло утвердил Кабмин? В поисках мэра. Куда пропал Андрей Садовой? Закатать в асфальт. Как дорожники собираются бороться с бездорожьем? Сдался сам. Вернут ли скандального судью Чауса в Украину? Торговые рамки. Сегодня Кабмин озадачился вопросом, что можно перевозить через границу с Ордло, а что нельзя. До конкретного списка товаров не дошли, но процедуру проработали. И это не все. Задания также раздали Укрзалезныце, Минздраву. На орехи досталось фонду госимущества. Обо всей этой продуктивности подробнее расскажет Ирина Романова. Заседание Кабмина начинается с обсуждения анонсированного накануне премьером порядка перемещения товаров через границу с оккупированной территорией. Презентует документ, готовивший его служба безопасности. Субъектам господарювания забороняется перемещения на тимчасово неконтрольованную территорию и с неконтрольованной территорией, за исключением продуктов в составе гуманитарных вантажей, товаров и продукции металлургической, гернечо-збогачивальной, воглодобывной и энергетической галузи, объектов критической инфраструктуры то что. Я единственный, чтобы ставить крапку перед ТОЧО, потому что ТОЧО – это очень широкое понятие. Там нет ничего такого, чтобы давало возможность даже думать о том, что это может происходить в тени. Порядок утвердили, а профильным ведомствам поручили в ближайший день-два утвердить конкретный перечень того, что можно перевозить через границу. Не обошлось без поручений и другим министерствам, в частности, инфраструктуры. Оно должно разработать механизм проведения аудита в Укрзалезните, а Минздрав с 1 апреля запустить программу реимбурсации, выдачей через аптеки бесплатных лекарств для трех категорий больных. До конца года делится планами премьер, правительство проведет и пенсионную реформу. Мог повысить людям выплаты. Как поднялось, с 1 января минимальную зарплату для работающих. И первые два месяца уже принесли результаты, уверяет министр соцполитики. А вот за доходами от приватизации не все так гладко, как планировалось. Из-за неэффективной работы фонда госимущества государство теряет миллиарды гривен. Возмутился Владимир Гройсман и предложил руководству ФГИ уволиться. Возмущали сегодня на заседании Кабмина и гости на РДП-свободовцы. По поводу вчерашнего предложения министра внутренних дел применить силу к участникам блокады. Мы закликаем и застерегаем от силовых действий по снятю блокады торговли на крови. Этого делать категорично не можно. Конечно, мы против любого силового протистояния в этом вопросе. Но мы также должны обеспечить от страданий миллионов украинцев. Если гиганты металлургийной галузы будут, не дай Бог, остановиться, инфляция может начать расти, реальные доходы падают. И еще вот до миллионов украинцев сегодня запитать, что нужно сидеть и ждать, когда это все будет. Именно поэтому и было принято решение о минимальном количестве импорта через границу, говорит премьер и добавляет. Перемещение товаров помимо госслужб сможет мониторить и общественность, в частности волонтеры, на специально оборудованных для этого контрольных пунктах. А через месяц Кабмин подведет итоги, что перевозили и куда. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, Телеканал Интер. На пока не оборудованных контрольных пунктах далеко до согласия. Что происходит сейчас на местах торговой блокады, мы узнаем у Олега Решетника. Он находится там на месте и с нами на связи. Олег, здравствуй. Вчера мы наблюдали потасовки с пострадавшими. Что сегодня? Добрый вечер, Наталья. Сегодня ситуация на блокпостах спокойнее, чем вчера. Столкновения с противниками блокады, по крайней мере, так они себя вчера называли, сегодня не было. Блокадники же уверены, что за вчерашними событиями стоят правоохранители. Это были переодить сотрудники милиции в гражданскую форму. Потому что керував ними людина, яка тут сидела три недели, спостерегала за нами там, представлявся, как сотрудник СБУ. А тогда он как-то так вышел, что ходил, их снимал, кричал, как правильно, на потяг, давай, машинистов, давай будем потяг. Что вы тут наблюдаете? Что вы хотите тут увидеть? Машина. Машина. Вот, пожалуйста. Новая комната. Вот такие машины стоят у нас на каждом перекрестке. Телефонная связь, когда у нас тут кипиш, не работает. Это было вчера, продемонстрировано. Ну, хочу напомнить, что вчера в результате столкновения на так называемом редуте 16-го добровольческого батальона полиция задержала 37 человек. Двое получили ранения. Вот как произошедшее, комментируют правоохранители. Работа работала, чистооперативная группа, авторитетского отделения полиции, выезжала также в керівництво. И было там остановлено, сидящий в результате битв, два человека отримали поранения, перелом ноги, а інший – в битв. Им было надано, например, декомогу. Так, на керівництво все керівництво фигурили, працювали с ними. На данный момент, говорят, силовики всех задержанных отпустили, но открыли уголовное производство, но уже по другому делу, связанному с блокированием железной дороги. А сегодня довольно резко на происходящее. Треагировал в фейсбуке замминистра по оккупированным территориям Георгий Тука. Он призвал ГПУ и СБУ привлечь к уголовной ответственности организаторов торговой блокады Ордлоу, отметив при этом, что таковым и считает львовского мэра Садового, нардепов Семена Семенченко, Егора Соболева и Владимира Поросюка. Наташа, пока это, в принципе, все новости. Студия. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег Решетняк с подробностями торговой блокады. На фоне этого конфликта довольно любопытная выглядит информация о том, что основным иностранным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия. Таковы данные Госстата Украины. В общей сложности иностранцы вложили в украинскую экономику почти 4,5 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это на 17% больше, чем в 2015 году. При этом доля российского бизнеса в минувшем году это чуть более 1,5 миллиардов долларов. А это, в свою очередь, 38% от общей суммы инвестиций. Блокаду Донбасса организовал мэр Львова Андрей Садовой, чтобы отвлечь внимание от проблемы с мусором во Львове. Такое обвинение прозвучало вчера из уст министра внутренних дел Арсена Авакова. Мы сегодня снова попытались узнать реакцию самого Садового на вот эти заявления. Что из этого вышло, давайте узнаем. Искали в кабинетах, в дворе и даже на крыше ратуши Садового нигде нет. Узнать, где же мэр, идем к его пресс-секретарю. Как оказалось, мэр в командировке улетел в Варшаву на симпозиум. Симпозиум называется «Три революции портрета Украины», организовывая колледж Европы. А невидимо, про что это? С той информацией, которая была зазначена в листе запрошенной, то это симпозиум про развитие демократии и остальных событий в Украине. Добрый день, скажите, до Андрея Маскаленко. Самый молодой заместитель блюдо-начальника Андрей Москаленко. Без шефа, в хорошем настроении. Только сетует, пока львовский мэр в Варшаве развивает демократию, лично Садового и его команду обвиняют во всех проблемах страны, даже в том, что обрушился Шулявский мост в столице. Это рабочая версия. В момент обвала на него проезжал перегруженный львовский сметевоз. За кремом сгибности с этой версией был лично заступник мэра Андрея Москаленко. Какого нет альби на вчерашний вечер. Непонятно, почему львовским чиновникам смешно, ведь глава МВД недвусмысленно обвинил Садового в организации блокады. Обращаюсь к уважаемому мэру Львова, господину Садовому, главе фракции самопомощи Березюку. Вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы будете нести за это ответственность. Юридическим языком это организация блокирования транспортных коммуникаций. 279-я статья Уголовного кодекса. В случае тяжких последствий это тюрьма на срок от 5 до 12 лет. В свой ответ Авакову Садовый дал в фейсбуке. Мол, обвинения абсурдны. Но в этом же сообщении Садовый в очередной раз заявил, поддерживает требования радикалов, блокирующих транспортные сообщения в АТО. И предостерегает, мол, силой разгонять их нельзя. Расценивать ли этот пост как очередной призыв к продолжению блокады, выяснить сегодня так и не удалось. На последнем этаже Львовской мэрии самая большая смотровая площадка во Львове. Отсюда даже виден аэропорт. Где-то в это время там приземляется самолет из Варшавы. В нем и Андрей Садовый. Но пообщаться сегодня с нами он не захотел. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Пока Арсен Аваков заявляет, мусорный львовский караван идет. На этот раз фуры обнаружили в Полтавской области. Полиция остановила их неподалеку от Кременчуга. Как оказалось, у водителей были только маршрутные листы и никаких документов на отходы. Говорить откуда мусор, они поначалу отказывались. Потом признали, что едут из Львова, что часть машины из Тернополя. Они их арендовали. Не смогли водители внятно ответить, куда они направляются. Поскольку сначала заявляли о том, что в Полтавскую область, потом якобы в Одессу. И вот что стало известно народному депутату Сергею Каплину. Депутату Сергея Каплину. Ну и уже вечером Сергей Каплин проколол шины фуром, которые привезли в Полтавскую область львовский мусор. Видео он выложил на своей странице в Фейсбуке. И сейчас автозаводской суд Кременчуга рассматривает ходатайство областной прокуратуры об аресте и проведении обысков в машинах, которые сегодня задержали. О результатах заседания мы расскажем завтра в подробностях. В Тернопольской области деньги, выделенные на ремонт дорог, растаяли в карманах чиновников и бизнесменов. По данным СБУ, частное предприятие и обл. администрация заключили договор на восстановление почти на 7 миллионов гривен. Но на ремонт потратили не все. Как оказалось, в акты выполненных работ подрядчики внесли недостоверную информацию о расходах на материалы и о объемах этих работ. Чиновники, в свою очередь, без каких-либо проверок утвердили эти документы. И в результате больше 2,5 миллионов гривен ушли в неизвестном направлении. О ремонте дорог сегодня говорил и Владимир Гройсман. Он заявил о том, что в Украине 95% автополотна находятся в отвратительном состоянии. На капитальный ремонт в этом году выделили рекордную сумму 16 миллиардов гривен. Так с чего же начнет автодор, выяснял Александр Васильченко. Киев, городская станция медпомощи. Ежедневно здесь принимают более 6 тысяч звонков. Каждому пациенту отправляют неотложку. Выезжает 12 бригада. Медики говорят, часто на спасение человека есть всего лишь несколько минут. По статистике, практически каждый второй вызов это госпитализация. Карета скорой помощи должна приехать в течение 10 минут. А вот доправить пациента в медучреждение необходимо в самые короткие сроки. И здесь свои коррективы уже вносит дорога. Максим фельдшер неотложки. Считает на дороге две проблемы. Водители, которые не пропускают скорую и асфальтовое покрытие. У этих хворых по поганым дорогам тоже тяжко. Это еще тяжкая травма. Например, нужно хворого максимально выстариваться. Но наши дороги это сделать не могут. После этой зимы, говорят автослесари, и работы по ремонту прибавилось. В первую очередь летит ходовая. А это бьет по карману автовладельцев. Раскошеливаться приходится на сумму от 5 до 15 тысяч гривен. По таким плохим дорогам выходит чаще всего из строя. Это тяги стабилизатора, втулки стабилизатора, наконечники рулевые. Они влечут за собой неисправность амортизационных стоек, плюс опорные подшипники. Это влияет на безопасность автомобиля, пассажиров и окружающих тебя на дороге. Похвастаться качеством асфальтового покрытия не могут и в регионах. Это автотрасса Днепр-Кривой Рог. Она вошла в десятку худших дорог Украины. Это еще более-менее дорога. Есть куски Кировоград-Николаев. Там вообще отсутствует покрытие. Днепропетровск, Кременчуг, Киев, Кривой Рог. Дороги абсолютно отсутствует. Минус нашей власти. А это Ужгород, улица Капушанская. Здесь все в ямах. Я, пока ехал до вас, я зловил очень хорошую залитую водой яму. И мне уже сейчас доведется снова идти раскатывать диски на моей машине. В Кабмине говорят, необходимо срочно проводить капитальный ремонт дорог. Я бы хотел сказать про капитальный ремонт дорог, Владимир Володимирович. Первый березня я в минулого роста добавил доручение, чтобы вы очень быстро подготовились к новому сезону. Потому что у нас, как правило, со снегом сходит асфальт, который 95% дорог сегодня находится в жахливом состоянии. Мы обеспечиваем необходимое финансирование. Ваше завдание – прозорость и эффективность управления этим процессом. Финансировать ремонт автодорог в этом году решили по-взрослому. Впервые за последние несколько лет выделили солидную сумму – 16 миллиардов гривен. С этих 16 миллиардов – 7 миллиардов на похождения долгов и 1 миллиард на похождения старых долгов. Еще с 2012 года. Значит, что нам осталось 2 миллиарда на ямковый ремонт, 1,5 на эксплуатацию, чуть-чуть более чем 5 миллиардов на ремонты, поточный средний ремонт, капитальные ремонты. Из этих средств выплатят и премию главе Украфтодора. Владимир Амелян вытребовал у Кабмина космическую сумму в размере от 200 до 300 процентов зарплаты новака. Я не верю, что человек, который отвечает за десятки миллиардов гривен в год, может отримать 15 тысяч или 10 тысяч гривен зарплаты, или 12 тысяч гривен зарплаты, и сделать выгляд, что все окей. По словам министра инфраструктуры Владимира Амеляна, в прошлом году дорожники отремонтировали приблизительно тысячу километров автополотна. Это только 1 процент дорог Украины. В этом году, подчеркивает министр, в нагрузку возьмут и реконструкцию мостов. Как вы знаете, была нещодавно ситуация в Киеве. На жаль, по Украине она еще гирша. 17 тысяч мостов, которые есть в Украине, близко 9 тысяч в аварийном стане. 4 тысячи подлегают негайному ремонту. В этом году мы сможем отремонтировать лишь 80 мостов. А пока в министерстве думает, как правильнее потратить деньги, руководитель Автодора осваивает ямочный ремонт. Говорит, в Польше этот опыт не применяется, но в Украине все иначе. Или сделать нормальный поточный ремонт на 400 километров дорог, или обеспечить проезд для людей по 30 тысяч километров дорог. Но для меня ответ очевиден. Это меньше зло, но меньше зло, но нужно это сделать. И этим меньшим злом заняты ремонтники на Днепропетровской трассе. Срез асфальтобетон. То есть асфальт, который срезался, тем мы его и засыпаем. А на сколько долго он не пролежет? Ну, я не могу вам ничего сказать. Все зависит от погоды. А в столице на погоду не сетуют. В ямы кладут хороший асфальт, правда, заделывают не все. На данный момент проходит ремонт аварийных, аварийной ямковости. То есть, та яма, которая может привезти... Ну, это же не яма. Есть нормы. Эта дорога, она вообще идет в капитальный ремонт. На данный момент убирается аварийная ямковость. То есть, та ямковость, которая может задать шкоды людям, привезти в аварии и разбиться машина. Вот и все. А будет здесь капитальный ремонт? Ну, обещают, так. А куда? Вони до того звертаются. К слову, столичную улицу Алены Телеги утверждают дорожники последний раз капитально ремонтировали в 70-х годах прошлого века. Александр Васильченко, Никита Исайко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Банду оборотней в погонах разоблачили сотрудники столичной прокуратуры. Трое действующих полицейских во главе с майором организовали преступную группу, которая занималась вымогательством, разбоем и пытками. В нее входили еще четверо гражданских лиц. Под крышей правоохранителей злоумышленники успели разжиться двумя квартирами в Киеве и круглой суммой денег. При этом в прокуратуре подчеркивают, что полицейские не брезговали даже пытками. Сейчас все члены банды задержаны. В ближайшие дни суд изберет для них меру пресечения. Подозра поведенна про скояние разбойного нападу, про катувание и про шахрайские действия в виде завладения двумя квартирами на территории города Киева. Група делала злагоджена, мала контакты в органах полиции. Один из подозреванных я майором полиции, другой капитаном и девчина сержант полиции. И снова вернемся к теме нападения на редакцию подробностей. Уже почти полгода прошло с момента поджога нашего здания. До сих пор никто не наказан. О заказчиках, исполнителях в МВД упорно молчат. Я напомню, 4 сентября минувшего года неизвестные в масках ворвались в здание, напали на охрану, а затем подошли офис изнутри. Сотрудникам пришлось спасаться от огня на крыше, откуда людей снимали пожарные. В результате этих действий журналист Елена Зорина получила серьезную травму позвоночника. Полицейские задержали тогда несколько нападавших, однако вскоре почему-то отпустили. Подробностям удалось самостоятельно по записям камер видеонаблюдения распознать некоторых нападавших, их руководителей. Все эти данные мы отправили в МВД. Опять реакция ноль. И более того, там дело расследуют как хулиганство, несмотря на то, что СБУ квалифицирует это нападение как теракт. Напомню, что поджог осудили также в ОБСЕ, ЕС. Вчера в Совете Европы, где открыли по факту атаки на офис подробностей, назвали это нападение серьезной угрозой для СМИ и свободы слова в Украине. В общем, а сегодня депутаты оппозиционного блока потребовали от ГПУ сменить куратора этого расследования, первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Старужака. Ранее он был депутатом Народного фронта и не может, по их мнению, объективно ввести это дело. В этом убежден, в частности, народный депутат Михаил Попеев. Я напомню, что по данным собственного расследования ОПА-блока, именно Народный фронт и лично министры внутренних дел Арсен Аваков стоят за организацией и финансированием теракта против подробностей. Скандальный киевский судья Николай Чаус. Вы его наверняка помните, это любитель прятать деньги в трехлитровых банках. Он дошелся в Молдове. Там его уже задержали, говорят, что сдался сам. Почему он пришел с чистосердечным признанием, когда он сможет вернуться на родину и в чем он, собственно, признался, узнавала Анна Каменева. Любитель закатывать деньги в трехлитровые банки нашелся в Молдове. Подозреваемый в коррупции Николай Чаус почти 4 месяца был в международном розыске, но к правоохранителям явился сам. Вчера с чистосердечным признался в незаконном пересечении Украино-Молдавской границы. В антикоррупционной прокуратуре Молдовы, говорят, исхудал. Даже по фотографиям не сразу его узнали. Гражданин Украины Чаус находится в изоляторе временного содержания Центра по борьбе с коррупцией. Мы направим их адаптировать в судебную инстанцию о применении меры пресечения ареста. Суд в Кишиневе состоится завтра. Ему должны избрать меру пресечения. Временный экспедиционный арест. В Молдове он ввется до 30 дней. В украинском НАБУ пока что ждут официального подтверждения от молдавских коллег, что это действительно Чаус. Только потом экстрадиция. Сколько времени займет вся процедура, неизвестно. Это может затянуться на месяцы. Но почему Чаус решил сдаться сам именно сейчас, да и еще властям соседней страны? Подбог может крыться в прошении политического убежища. Я не выключаю, что, возможно, могут быть какие-то рухи в том направлении, политический притулок, разные тверждения про необґрунтованность, так и другие. Они, как правило, завжди затягивают экстрадиционный процесс. К слову, Чаус спустя полгода отсутствия на сайте Дніпровского райсуда столицы все еще числится с судьей. А вырук в суде нет, то, соответственно, и пристав для освободения в связи с набранением законной силы вырук еще нет. Напомню, скандальный судья Чаус в августе погорел на взятки в 150 тысяч долларов. Полученное зеленое служитель Фемиды законсервировал в банку. Пока парламент был на каникулах, Чаус успел скрыться. Анна Каменева, Сергей Килимник, подробности, телеканал Интер. Полтора миллиона гривен. Такую сумму украли у помощника судей апелляционного суда Киевской области. Об этом сообщают в нацполиции. Инцидент этот произошел вчера в центре Киева, средь бела дня. Трое неизвестных напали на представителя Фемиды, угрожая оружием. Отобрали сумку с деньгами и скрылись с места преступления на автомобиле. Открыто уголовное производство по статье ограбления. Был бы очень интересно узнать, откуда у помощника судей вдруг взялись полтора миллиона гривен. Наличкой. Ведь его доходы, это публичная информация, она должна быть доступна каждому из нас, как и зарплата мэра города, например, или, скажем, расходы коммунальных предприятий. Так считают в украинском офисе Совета Европы. Там инициировали создание онлайн-курса для тех, кто хочет научиться, искать и находить нужную информацию. Обучение стартует сегодня. Для того, чтобы получить доступ к видеолекциям, достаточно просто зарегистрироваться. В организаторе говорят, что желающих уже более двух тысяч. И признают, что процесс подготовки не из легких. Например, многие коммунальные предприятия просто отказывались открывать доступ к своим данным. Чтобы сформулировать свою думку. Украина все-таки подписала меморандум с МВФ. И очередной транш в миллиард долларов уже почти получен. Ссылаясь при этом на собственные источники в НБУ. Правда, вечером в самом Нацбанке информацию эту опровергли. И заявили, что все еще ждут подписания меморандума. Правда, в ближайшие дни. Как вернуть в Украину мир? Заставить Россию выполнять Минские соглашения? И военные действия на востоке Украины прекратить? Главные темы сегодняшней встречи в Киеве министров иностранных дел. Украины, Великобритании и Польши. Главы польской и британской дипломатии подтвердили свою стопроцентную поддержку Украины в этом вопросе. Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания не изменит свою твердую позицию по отношению к аннексии Крыма-России. А его польский коллега предложил пересмотреть формулу, которая могла бы урегулировать конфликт на Донбассе. Мы говорили о том, как заставить Россию имплементировать Минские соглашения, как заставить ее уйти из Донбасса, Крыма. Мы обсудили наше общее видение этого. А также говорили о других возможностях, чтобы Россия имплементировала то, что она должна имплементировать. Минский и Нормандский формат остановили полномасштабную войну и полномасштабный конфликт между Украиной и Россией. Но оба эти формата не решили проблему, не принесли мир между двумя странами. Мы готовы к тому, что Европа должна предоставить расширенный формат, чтобы помочь Украине выбраться из проблем, созданных российской агрессией. Мы никогда не признаем аннексию Крыма, и мы считаем, что давление на Россию должно быть усилено. Мы будем работать в этом направлении. Мы хотим помочь. Я хочу заметить, что Украина делает большие достижения, и мир должен об этом знать. И уже завтра в Киев приедет министр иностранных дел Германии Зигман Габриэль. Он проведет переговоры с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Гройсманом. И также состоится его встреча с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. После этого дипломаты соберут пресс-конференцию, на которой обещают рассказать об итогах двухдневного визита Габриэля. Welcome! Грузия получила долгожданный безвиз. Церемония подписания соглашения состоялась сегодня в Брюсселе. Что там говорили об Украине, узнаем от Елены Зориной. Теперь, когда все позади, они вспоминают старую шутку о визе и Шенген-Ацвале. Тбилиси и Брюссель сегодня официально узаконили свои отношения. Церемония подписания безвизового режима проходила в Европарламенте по-европейски скромно, без лишнего пафоса и грузинских торжеств. Подписали документ глава Европарламента, представитель мальтийского председательства в ЕС, а с грузинской стороны премьер. Теперь осталась чистая формальность публикации соглашения в журнале ЕС и 20 дней ожидания, скорее всего, в печати. Документ появится 8 марта и уже без шенгена грузины смогут ездить в Европу в конце этого месяца. Ну а в кулуарах Европарламента сегодня говорили и об Украине. Более того, евродепутаты держали в руках украинскую символику и плакаты с надписью «Европа равно Украина». Своеобразный флешмоб посвятили памяти героев «Небесной сотни» и революции достоинства. Слава Украине! Героям слава! Мы поддерживаем наших соседей. Украина – это часть европейского общества. И, конечно же, мы поддерживаем Украину в ее визовом вопросе. Разумеется, не обошлось и без разговоров о безвизе для Украины. Накануне вечером именно здесь, в Европарламенте, обсуждали, как все будет происходить и в какие сроки. Для украинцев сейчас очень сложно понять, почему этот вопрос постоянно откладывается. Да и я тоже не согласна с этим. Но сейчас, думаю, все наладилось, и мы предоставим Украине безвиз через несколько недель. Здесь, в Европарламенте, большинство за открытие границ для Украины. И так было всегда. Европарламент никогда не был проблемой. Вчерашняя процедура прошла настолько быстро, насколько это возможно. Визовый триолог, так назывался разговор, об украинском вопросе трех институций. Среди Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС прошел за закрытыми дверями. Но, судя по всему, консультации были успешными. И уже завтра вопрос безвиза для Киева должны утвердить постпреды стран-членов ЕС. По сути, процедура безвиза уже началась. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Соединенные Штаты Европы в Брюсселе представили план выживания после развода с Великобританией. На выбор пять вариантов развития событий. Как изменится Евросоюз после Брекзита, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Будущее Евросоюза в уменьшенном составе представил президент Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер выступил перед депутатами Европарламента. Он подготовил пять сценариев по выживанию ЕС после потери одного из главных игроков. С уходом в Великобританию Юнкер предлагает концепцию федералистского Европейского Союза. Ну что-то наподобие Соединенных Штатов Европы. То есть, по сути, предполагается еще больше сконцентрировать власть в Брюсселе. А это значит оставить еще меньше полномочий правительством в странах ЕС. Вот тогда-то Лондон точно вздохнет с облегчением и убедится, что решение покинуть Европу правильное еще до референдума в Британии настаивали на децентрализации, возвращении власти из Брюсселя в столицы государств. Впрочем, Юнкер не будет настаивать на таком варианте развития событий. Он предусмотрел еще четыре сценария. Среди них и Европа двух скоростей. Президент Еврокомиссии предлагает тем странам, которые готовы углублять сотрудничество, так и действовать. А остальным не обязательно следовать их примеру. Этот план уже вызвал настороженность более бедных членов ЕС. Не получится ли, что главные европейские тяжеловесы, Германия и Франция, и вовсе перестанут прислушиваться к восточноевропейским государствам? Ну и среди вариантов Юнкера также оставить все, как есть сейчас, или сосредоточить политику исключительно на регулировании общего рынка. Каким бы болезненным или прискорбным ни был Брекзит, он не остановит Европу на пути в будущее. Мы должны двигаться вперед. Мы переворачиваем страницу и начинаем новую главу нашей истории. Все эти варианты будущего Евросоюза Юнкер представит на рассмотрении и лидерам стран ЕС на юбилейном 60-м саммите в Риме 25 марта. Кстати, британского премьера там не будет. Примерно в то же время Тереза Мэй планирует официально запустить процедуру выхода из Евросоюза. Впрочем, как и ожидалось, палки в колеса Брекзиту стали вставлять в палате лордов британского парламента. Пэры собираются вернуть законопроект о Брекзите на доработку в Нижнюю палату. Не утвердят его, пока в документе не обеспечат права граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве. Тем самым подчеркивая, что моральная сторона вопроса так же важна, как и политическая. Известно, что правительство еще не решило, что делать с европейцами, находящимися в стране. Оставлять ли за ними право на проживание или же отправить по домам. А значит, дебаты в палате общин по этому поводу будут непростыми. Соответственно, задержится принятие закона, а с ним и выход из ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Национализация украинских предприятий боевиками негативно повлияет на выполнение минских соглашений. Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кочмы Дарко Олифер. Сегодня в столице Беларуси состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы. И по сообщению представителя Украины в этой группе Ирина Герасченко, также поднимался вопрос о признании России документов, так называемых ДНР и ЛНР. Украинские представители заявили, что это может привести к тому, что пленных, которых удерживают боевики, объявят гражданами самопровозглашенных, якобы, так называемых самопровозглашенных республик. И, конечно же, стороны просили ОБСЕ содействовать разведению сил и отводу вооружений. Стороны также попросили СММ содействовать осуществлению разведения сил и средств в районе станицы Луганска 7 марта. Кроме того, стороны подтвердили свою приверженность к больному отводу тяжелого вооружения. Украина просит расширить санкционный список. В этот раз за так называемую национализацию государственных и частных предприятий на территории Донбасса временно неподконтрольных украинским властям. С такой просьбой Петр Порошенко обратился к министрам иностранных дел Великобритании и Польше на встрече столицы. Незаконную конфискацию предприятий и компаний президент назвал еще одним доказательством окупации части Востока Украины России. Наряду с фактически введением этих территорий в рубльовую зону, наряду с конфискацией активов и передачей их российским физическим особам, наряду с поставлением туда газа и электроэнергии из Российской Федерации, введением бюджетных прямых трансфертов. Это абсолютно четкое подтверждение факта окупации этой территории российскими войсками. У меня будет отдельное прохание, чтобы те, кто сегодня вступит в так называемую властность конфискованных активов, до них обязательно были санкции за порушение международного и украинского законодательства. И о ситуации в зоне АТО. Сегодня там погиб боец. Противник усиливает обстрелы практически по всем направлениям. В прифронтовой Авдеевке назревает гуманитарная катастрофа. Все подробности об этом расскажет Геннадий Вивденко. С шести утра противник начал мощнейший обстрел украинских позиций. Украинским солдатам удалось попасть в склад снарядов наемников со станкового гранатомета в районе Синоватской развязки. Кроме тяжелой артиллерии враг активно применяет танки. Под Авдеевкой продолжаются бои. Идут сейчас обстрелы в районе промзоны. Но горожане уже ничего не боятся. Гуляют по улицам даже с детьми. Маленькому Глебу чуть более года под вражескую канонаду гуляют вместе с бабушкой. Первый весенний день все-таки. Ребенок не понимает. Он все равно уже знает, если идут выбухи, уже говорит. Бааа. Уже знает, что где-то бах. Да, Глебушка. Погодка хорошая сегодня. Поэтому вышли гуляем. Три месяца. Три месяца. Только родился. Юрий и Ольга только получили гуманитарную помощь. Говорят, главная проблема – с водой. Воды сейчас нету. С водой проблемы. Это, конечно, очень сложно. А так мы, мирные граждане, работаем, всех любим. И хотим, чтобы был мир, спокойствие и все хорошее. В соседнем магазине Наталья используют скудные запасы воды, чтобы вымыть окна. Я работаю уборкой. У нас идет обычная жизнь. Кто мне предоставит? Жилье. Да, я согласна. Дайте мне жилье. Дайте мне перевезти вещи, чтобы я могла мирно и спокойно жить. Нервы не выдержат, потому что некуда. И подвал, и с подвала, и все. Куда деваться? Это же не значит, что если у нас война, значит, нам нужно превратиться непонятно в кого. Ну, конечно. Света в Авдеевке днем нет. Глава области Павел Жибривский сообщил, что воды в городе осталось буквально на две подачи. Насколько именно ее хватит на день или два, пока неизвестно. Авдеевку из-за того, что боевики не позволяют восстановить фильтровальную станцию, пострадавшую от вражеских обстрелов, собираются перевезти на автономное водообеспечение. Установлено уже около 40 резервуаров. Закупают новые. Техническую воду собирается предоставить Авдеевский Коксахим. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. И новый поворот в деле разграбления Мариупольского нефтеперерабатывающего завода. Теперь тяжбу между залогодержателями оборудования и полицией охраны будет вести коллеги судей. Подробности продолжают журналистское расследование о том, как со стратегического предприятия при полном бездействии правоохранителей вывезли оборудование на миллионы долларов. Преступная халатность или намеренное невыполнение своих обязанностей? В Харькове сегодня прошло второе заседание суда по делу об иске залогодержателей Мариупольского нефтеперерабатывающего завода к полиции охраны. Напомню, 8 июля прошлого года на территорию завода ворвались неизвестные автоматчики. В масках прогнали вооруженную полицию, которая должна была охранять НПЗ, а затем начали вывозить оборудование. Убыток Укрсоцбанка, который выступает залогодержателем завода, свыше 140 миллионов гривен. Главный вопрос, кто были неизвестны и почему вооруженные до зубов правоохранители просто сдали завод бандитам. Вот результат бездействия полиции охраны и правоохранителей. Разграбленный завод, пустые помещения. На сегодняшнее заседание суда представители нацполиции явиться не соизволили. Пришел лишь юрист. Говорит, правоохранители испугались спустить в ход оружие. Полиция охраны осуществляла охрану общественного порядка. Когда пришли вооруженные люди, получается, что они вытеснили под угрозу применения оружия наши наряды, и мы выполнили функции, предусмотренные договором. Выкликали наряд ГУНП Донецкой области. Однако грабеж с автоматами явно не нарушение общественного порядка, а серьезное преступление. Это могли быть и террористы, и боевики. И где в тот момент была обычная полиция? Нам удалось найти свидетеля бездействия, блюстителей порядка. Бывший директор Парийска Мукросоцбанка Павел Гошковец на момент захвата предприятия находился на территории Украины. Говорит, обращался во все правоохранительные органы и госструктуры, пытаясь остановить грабеж предприятия. Тщетно в итоге организовал личную встречу с Арсеном Аваковым. У нас была короткая встреча. Для меня она выглядела очень позитивно. Господин министр был очень возмущен. Передо мной позвонил и начальнику милиции в Мариуполе, и начальнику полиции и охраны. Попросил их разобраться, сделать быстрые шаги для того, чтобы воровство на заводе прекратилось. И ничего. Было открыто 4 уголовных производства, которые безрезультатно расследуются по сей день. Кем являются неизвестные бандиты? Почему полиция попросту сдала им завод? На эти вопросы следователи отвечать не хотят. На данный момент у меня было совершенно нет на это. Поэтому даже не знаю, когда это можно будет. Нам на самом деле полчаса времени максимум. Сможешь ли нам удивить? Серьезно? Не могу. Я забыла, когда эта пленера спала нормально. Когда я спрашиваю с этим делом. Поэтому я, кажется, что будет у меня возможность, я вам перенаберу. Результатов следствия нет. Мы отправили более 10 запросов в различные госструктуры, чтобы выяснить, что же произошло 8 июля на Мариупольском НПЗ. В СБУ и Генпрокуратуре лишь ответили. Никаких дел по этим фактам нет. О хищении там не знают. Неизвестна и судьба вывезенного с завода имущества ценой 140 миллионов гривен. В администрации морских портов Украины ответили. Через Мариупольский порт оборудование не проходило. Где же тогда оборудование? И не выяснится ли, что оно оказалось на захваченных боевиками территориях? И кто содействовал им? Кто захватил НПЗ? И почему подчиненные Арсена Авакова попросту ушли, увидев вооруженных людей в масках? Все эти вопросы, журналисты подробностей пытались задать Арсену Авакову в течение месяца. Но он уходит от ответов. Пока что поиски похищенного оборудования банку приходится проводить собственными силами. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Секрет Трампа. Новый американский президент впервые выступил с обращением к Конгрессу. И в это сложно поверить, но он вызвал практически всеобщее обдобрение. Что же сказал президент США? Дмитрий Анопченко слушал выступление Трампа в Вашингтоне. Он намеренно опоздал на пять минут и вошел в зал Конгресса под громкие аплодисменты. По дороге к трибуне пожимал руки сторонникам. По традиции и конгрессмены в зале, и приглашенные на балконе для гостей встали. Даже демократы, не решившись на Димарш. Эту речь порядка 20 раз прерывали овациями, когда за исключением нескольких человек вставал весь зал. Причем аплодировали и, скажем, Тим Кейн, который в ходе этой избирательной гонки был напарником Хиллари, и тот же Берни Сандерс, который чуть не стал кандидатом в президенты. Что же такого говорил Дональд Трамп, что его настолько тепло принял Конгресс? Он сфокусировался исключительно на внутренних проблемах Америки. Заявил, что начинает так называемую национальную перестройку. И как когда-то страна построила тысячи миль автомагистралей, сейчас перестроит всю национальную инфраструктуру. Я попрошу Конгресс утвердить закон, который привлечет 1 триллион долларов инвестиций в инфраструктуру Соединенных Штатов, как частные, так и государственные деньги, и создаст миллионы новых рабочих мест. Трамп пообещал историческую налоговую реформу. Зал в очередной раз встал, когда он заявил, что просит Конгресс отменить Обамакэр, систему здравоохранения, которой так гордился его предшественник. Несколько раз призывал к единству. Чувствовалось, что он хочет заручиться поддержкой не только однопартийцев, республиканцев, но и противников, демократов. Мы сконцентрируемся на следующих целях. Улучшить ситуацию с рабочими местами для американцев, усилить нашу нацбезопасность, восстановить уважение к закону. Если целью станет благоденство американцев, я верю, что и республиканцы, и демократы смогут работать вместе. Пожалуй, впервые Трамп не критиковал, был настроен оптимистично и призывал к единству и политиков, и страну. Речь длилась уже час, а Дональд Трамп все говорил и говорил о внутренних проблемах, о внутренней политике, о миграции, о торговле, о борьбе с терроризмом, о лидерстве Америки, но и о том, что другие страны имеют право на собственный путь, и Вашингтон не будет вмешиваться. Еще он сказал фразу, которая, как мне кажется, очень четко характеризует его видение этих четырех, а может быть и восьми лет президентства. Мол, моя работа не представлять весь мир, моя работа представлять Америку. И лишь в самом конце, когда все аплодисменты и овации были уже собраны, он заговорил о политике внешней. НАТО назвал ключевым партнером, хотя тут же напомнил странам Альянса об их финансовых обязательствах. При этом не сказал ни слова о Сирии, не упомянул ни Ирак, ни Афганистан, где находятся американские солдаты, не вспомнил ни Украину, ни Россию. Он всячески пытался дать понять, что сосредоточится на решении проблем американцев. В итоге, когда выступление закончилось, даже СНН, которая жестко, постоянно, принципиально критикует Трампа, сказала, что это было его лучшее выступление в качестве президента. Мол, они увидели двух разных Трампов, двух разных политиков. И очень большой вопрос, сохранится ли теперь то единство, которое вся страна, благодаря прямой трансляции, увидела в зале. Сохранится ли оно в ближайшие дни и ближайшие месяцы? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Украина будет в числе приоритетов Великобритании на время председательства в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Рикфорд у себя в Твиттере. В сообщении он написал, цитирую, «Имею честь принять председательство в Совбезе ООН от Украины, которая проделала большую работу в феврале. Акцент останется на территориальной целостности и суверенитете, в частности, и относительно Крыма». Фиктивность существования парламентской коалиции намерен доказать в суде народный депутат Сергей Каплин. На своей странице в Фейсбуке он написал, что хочет обратиться в окружной админсуд с иском против председателя Верховной Рады, который не обнародует персональный состав коалиции. Подготовка к переформатированию уже идет, а возглавить новый союз якобы должен Яценюк и Лешко. «Сегодня Яценюк возвращается. И первым помощником, и его партнером, который должен укрепить коалицию и продолжить многомиллиардный дерибан нашей страны, будет, на жаль, Олег Лешко. Именно на него он будет спираться в переформатировании коалиции. Она уже не будет проевропейской. Завдание полагает в гробунку украинского народа, дерибану бюджету и подготовке до новых парламентских и президентских выборов». Растет скандальный градус вокруг кандидатов в президенты Франции. Накануне ультраправую Марин Лепен комиссия в Европарламенте лишила неприкосновенности за снимки ИГИЛ в Твиттере, которые она имела неосторожность публиковать еще в 2015 году. А в ближайшее время вопрос поставят на голосование. И вот сегодня ее главный конкурент Франсуа Фион получил повестку в суд. Я напомню, это дело касается расследования финансовых махинаций, где главный фигурант – это жена Фиона, Пенелопа. Следствию удалось выяснить, что она числилась помощником депутата парламента, получала за это зарплату, но никакой работы не выполняла. Все эти обвинения Фион опровергает, и несмотря ни на какие уголовные дела, не намерен он сходить с предвыборной дистанции. Это вся информация на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok